добрый день уважаемые подписчики сегодня у нас автомобиль toyota rf4 2011 года выпуска 2 литра бензин на автомате вернее на вариаторе заменим сегодня на нем подшипники передних стоек правый подшипник стал хрустеть но так как он по одному не меняется решили заменить сразу двое из два подшипника и слева и справа номера подшипников покажу хруст при повороте попробую показать не знаю получится не получится это передать снимаем переднее колесо теперь мы откручиваем стойку стабилизатора вот 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 ключ на стойке стабилизатора головка на 17 ну что теперь откручиваем вот это крепление здесь получается головка на 22 и откручиваем тормозной шланг вот здесь вот ну и здесь для удобства мы тоже открутим хоть он и на цапке крепится головка на 14 вот И вот эту клипсу разъединяем, чтобы ее не порвать. Она должна разъединяться как-то. Сейчас посмотрим, как. Вот есть паз. В него вставляем отвертку и расщелкиваем. От стойки мы отвели. Болты у нас расслаблены. Когда будем вставить их, мы смажем. Теперь берем сверху, подлазим. Вот она наша опора. Вот здесь резиновая заглушка. Поднимаем ее. Вот такая заглушка. Гайка здесь на 19. Ослабляем. И вот эти гайки у нас на 14. Три штуки. Две мы откручиваем, третью мы ослабляем. И уже когда снимем стойку, мы стянем стяжками пружину и уже будем откручивать верхнюю гайку ступицы. То есть верхнюю гайку стойки. Здесь ключ на 19. Я использую накидной. Ослабил. Здесь я, как я говорил, на 14. Вот эту ослабляем. А вот эти две откручиваем полностью. Гайки здесь с толстой пресс-шайбой. Вот такая вот. Эта гайка у нас сейчас, получается, держит стойку. Сейчас снизу мы снимаем два болта с сапфы. И уже поджимаем немножко вверх стойку. Откручиваем до конца вот эту гайку. И уже сможем снять. Болты не мазались. Мы их смажем, когда будем собирать. Все, вот у нас стойка из зацепления вышла. Здесь у нас держится на шаровой опоре все. Никуда ничего не падает. Ничто не натянуто. Теперь мы приподнимаем вверх стойку. И откручиваем верхнюю гайку. Все, стойку мы вытащили. Вот она наша стойка с этого момента, как мы ее вытащили. Теперь стараемся ее не ложить. Все делать вертикально. Вот сейчас покажу подшипник, как себя ведет. Не слышно. Но по чашке видно, что крутится туго. Он хрустит вон. При повороте издает треск. Почему мы и решили его менять. Берем вот такие стяжки. У кого-то, может быть, другие есть. И стягиваем пружину. Чашки располагаются с двух сторон. Ну что, подтянул я стяжки. Берем теперь, откручиваем верхнюю гайку. Вот он подшипник сам. Он разобрался, но он смазан и все. Почему он хрустел, непонятно. КОНЕЦ Новый подшипник будем использовать оригинальный. Тойотовский. Номер его 4861942010. Вот такой вот подшипник. Устанавливаем. Здесь по старым меткам поставим. Ставим опору. И устанавливаем дистанционную шайбу и наживляем гайку. Все, сейчас соберем. Проверим, как будет крутиться. Ослабляем стяжки. А, вот он. Звук. И вот он давал хруст. Но подшипник целый. Его просто надо было промыть. промыть и смазать. Варш закидывать не будем. Хотя, зачем он нужен? Не так он и дорого стоит. Чтобы его оставлю. Все, ослабляем. Все, стяжки ослабил. Одну снял, снимаем вторую. Гайку эту подтянул до капрона. Дальше мы ее затянем, когда установим уже на автомобиль. Стоечку. Здесь проточка на штифте. На штоке. Поэтому чашка садится на проточку. И мы уже спокойно это затянем. В данный момент. Поэтому видно. Подшипник крутится легко. хрустится на штифте. Хруста нету. Устанавливаем. Устанавливаем. Сверху я гайки наживил. Теперь смазываем снизу болты. И устанавливаем нижние болты. болты смазал. Наживляем обе гайки. Наживляем нижнюю. Наживляем стойку стабилизатора. Ставим на место кронштейн тормозного шланга. Защелкиваем поводку. Датчик АБС. И наживляем крепление. Датчик АБС. Датчик АБС. Датчик АБС. Датчик АБС. Датчик АБС. Продолжение следует... 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 На этом все... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...